Часто мы слышим такую фразу У каждого человека есть своя половинка, с которой он обязательно встретится Так ли это на самом деле? Мы поговорим сегодня в программе О чем говорят женщины и со мной сегодня в студии Ирина и Юля Привет девочки! Привет! Как вы считаете, так ли это на самом деле? Я думаю, что нет Но с одной стороны С другой стороны, действительно, ты ищешь своего человека И ищешь ту половинку, которая бы тебя дополняла в какой-то степени Но во всем мире один ли этот человек? Или есть какой-то выбор все-таки? Мне кажется, что все-таки есть выбор Но этот выбор делаем мы сами Мне кажется, по теории вероятности, да? Очень маленькая вероятность, что два человека Среди такого огромного количества людей встретятся Очень маленькая вероятность Если кто-то вышел замуж не за того человека Получается, он отнял половинку у другого Ну тогда это... Очень-очень нехороший поступок Да, то есть, как бы, ну, немножко непонятно, да? А вот если я все-таки верю, да? В то, что действительно во всем мире для меня предназначен один-единственный человек Какие-то минусы в этой теории есть? Что-то, какие-то последствия, вот веры в это? Есть вообще? Как вы считаете? Нужно постоянно, значит, искать, постоянно бегать и искать своего человека И при каждом там сомнении говорить О, значит, ты немой Или еще как-то... Ну да, конечно, это, мне кажется, тяжело вообще так Некоторые через это оправдывают себя Если что-то не получается, не ищут в себе ошибки или что-то, что мешает построить... Значит, ты просто не тот человек, да? Да, не тот человек, и все Ну и это тоже имеет место быть Не тот человек тоже может быть Ну конечно, мы встречаемся с людьми, которые нам не подходят, да? С которыми нам плохо Но мне кажется, иногда мы действительно себя, как Ирина сказала Мы можем себя оправдать, да? Я действительно там, ну, неправильно сделал Ну, это не моя вина Значит, нам вот не судьба, да? Как говорят часто Ну, значит, ты не привязан был Ну, мне кажется... Посмотрите, а если вот в браке уже люди? Мне кажется, это вообще серьезно, да? Брак это все другое дело, да То есть, когда ты встречаешься, ты рассматриваешь человека, твой это или не твой И брак это и есть то решение, да Что это твой, да? Ты моя половинка, я хочу с тобой прожить всю жизнь Все-таки прожить всю жизнь, да? Вот вдуматься в эту фразу И, ну, на самом деле, это не один день Вот, поэтому это уже серьезное осознанное решение каждого человека И я думаю, что в этом случае половинка или не половинка думать уже, ну... Поздно, да? Не то, что поздно А в принципе нужно эту мысль же вычеркивать То есть, нашел, все, галочка поставлена, цель вычеркнута Ну, или как? Можно быть, цель, да Мне кажется, просто очень часто, допустим, я вижу, да? Что у людей там третий, четвертый брак И они говорят, вот, четвертый брак, они говорят, я, наконец-то, нашел своего человека Вот те были, вот, ну, это не то, да? Как-то очень странно, да, получается, что... Ну, значит, они изначально относились не очень серьезно к браку К браку, да? Да, а может быть, человек раскрылся по-другому, действительно, знаете, вот во время встречаний Там может быть такое, что мужчина скрывает себя, скрывает свои какие-то... Как и женщина Да, как и женщина, да, но мы сейчас говорим о девочках Вот, и что скрывает себя и не показывает свои, допустим, он там может как-то жестко относиться Или еще что-то такое Я считаю, что, ну, здесь тоже есть свои какие-то стороны или медали Да, то есть человек действительно может по-другому открыться Но если у нас есть принцип, да, о том, что это мой выбор, я его делаю Вот это уже моя вторая половинка, да, то есть я буду пытаться с ней как-то налаживать Для того, чтобы стать одним целым, да А если у нас такого принципа нет, то в конечном итоге происходят вот такие вот проблемы Трагедии Да, совсем большие трагедии Ну так, как нам искать-то эту половинку? Что нам для этого нужно? То есть, может быть, мы будем сидеть и ждать? А нужно ее искать вообще? Да, вот у меня вопрос Я часто слышу от девочек, ой, я так хочу замуж, просто так хочу замуж Каждому видят свою половинку Да, и действительно, а зачем она хочет так замуж? Вот у меня всегда этот вопрос, зачем ты так сильно хочешь замуж? Ты замуж не хочешь? Ну, мне кажется, это естественно, когда ты любишь кого-то Ты уже за него ходишь Ты хочешь, да, а просто так, ходить замуж в никуда, это очень странно То есть, значит, ты не личность Ты не развила себя, значит, тебе с собой плохо А если тебе с собой плохо, значит, ты Ну Другому человеку счастье тоже, наверное, не придется Да, вряд ли То есть, в первую очередь, нужно быть в гармонии с собой в этом случае Так что, получается, что нам, значит, ничего не надо, как бы никаких усилий прилагать И ничего не нужно делать То есть, как вот правильно, да? Две половинки обязательно встретятся Это действительно так? Это, ну, ты должен узнать человека Если тебе понравился кто-то Узнать, что это за человек, чтобы Все равно нужно общаться, да, как-то Ну, я думаю, если ты будешь сидеть в закрытой комнате Конечно, он вряд ли встретится А так, я думаю, что специально искать и говорить Ты мой человек или не мой И каждому подбегать, знаешь И проводить какой-то тест Это ненормально То есть, в течение времени, конечно, появится тот человек, который тебя зацепит Привлечет и очарует Это будет твой человек Да Хорошо, давайте продолжим нашу тему После того, как мы услышим мнение эксперта Если твой единственный человек на этой земле Вы знаете, вопрос, конечно, такой неоднозначный Но, скорее всего, такого единственного его и не существует Есть, наверное, некий такой образ в голове у каждого человека Который формируется с самого-самого раннего возраста Когда еще маленький ребеночек Он наблюдает за своими родителями Смотрит, как мама и папа ведут себя с собой Смотрит, как ведут между собой другие значимые для него взрослые Бабушки, дедушки, дяди, тети И он, наблюдая за этим, уже бессознательно формирует Некий такой образ своего будущего избранника С кем бы ему хотелось прожить дальше свою жизнь По мере того, как человек взрослеет У него к этому образу идут определенные дополнения Там, да, корректировки Где-то он что-то подрисовывает Где-то, может быть, наоборот, стирает И потом, когда он уже становится такой полувозрелым Да, человеком, особью И когда ему приходит время искать себе вторую половинку Он соизмеряет людей, которые ему встречаются С противоположного пола С вот этой вот самой картинкой С этим образом, которая в голове у него сформировалась За долгие годы И если у человека происходит такое основное совпадение По основным, очень важным именно для него Для его системы ценностей, чертам, характеристикам То идет вот такое вот прищелкивание И он понимает, вот он Вот этот вот он мой единственный человек Которого я так долго ждала Потому что вот он такой Он совпал вот с тем образом, который у меня есть в голове Поэтому, наверное, не стоит искать именно Ходить там, да, по планете Или сидеть на печке Наоборот, и ждать, когда придет Твой единственный человек к тебе А просто общаться с людьми Смотреть на них Наблюдать за ними Общаться с ними побольше Да, и вот измерять вот с этой самой Вот этой вот своей картинкой Удачи вам в этом Так что, получается, что мы можем выйти замуж за любого человека Или все-таки у нас есть какой-то Как сказал эксперт Мы ориентируемся на образ Который действительно сформирован у нас с детства Идеал? Вот нужен он этот идеал или нет? Потому что, мне кажется, этот идеал в голове девочки и девушки в будущем Он даже мешает жить Потому что вот я, например, только начиная встречаться с моим молодчим человеком Я думала Посмотрела на него и думала Ну, рост Ну, допустим Сойдет Ну, нет, не сойдет Я очень много катиковала себя в голове И думала Это не так Это не так Это не то Ну, вот Какие-то такие стереотипы, которые заложены у меня Допустим, были По плану ставила галочки Вот сейчас он мне говорит Я раньше никогда не думала, что у меня девушка будет Юля Это было бы ужасно А сейчас я с тобой очень тебя люблю Ну, как бы Стереотипы, мне кажется, все-таки Они наложены на себя с детства Они все равно мешают Мы не можем избавиться от всех стереотипов И жить без них Мы уже растем в определенной среде Ну, и все равно, мне кажется, не все можно назвать стереотипами в таком смысле плохом Есть какие-то качества, все равно, которые должны быть Ну, конечно Да, в человеке И в нас их воспитывают тоже Человеческие качества Добрый, злой Как он? Отношения именно, да Не внешность, да? Внешность как бы не подпадает под эти Ну, я бы сказала, в меньшей степени Хорошо было бы, если бы она попадала в меньшей степени А в нынешнем мире очень часто смотреть на внешность Какая-нибудь прическа и все остальное Да, смотря на что-то в первую очередь смотреть, да? Внешность и на характер Судя по себе, я скажу, что Все и внешность, и характер Все прекрасно Да, все прекрасно, все чудесно Конечно, есть какие-то сложности, которые там нужно преодолевать, допустим Или... Но это все вместе Если человек один преодолевает, а второй не преодолевает То это не развитие Отношения такие развалятся Конечно То есть получается что? Что все равно как-то люди должны подходить друг к другу По каким-то качествам, допустим Да, если вот Юля говорит, да Там, вот Мне там главное, чтобы он был добрый, да? А кому-то, чтобы добрый, не обязательно Главное, чтобы был щедрый, да? Зато как бы все равно каждому свое, да? А некоторым, чтобы богатый А некоторым, чтобы богатый, да? Мне, допустим, я всегда хотела, чтобы человеку было хорошее чувство юмора Я могу много чего простить человеку, но если у человека нет чувства юмора, я не смогу просто с ним находиться рядом, да? А, допустим, если Иринин, может быть, это вообще не важно Все-таки, мне кажется, есть, да, разграничение, такая категория людей, из которых мы выхватываем этих Конечно Людей, с которыми нам комфортно, да? Какие еще есть, может быть, похожести, которые у нас должны быть? Наверное, мировоззрение все-таки должно совпадать Как относится к окружающим людям Не знаю, не всегда, конечно, это сочетается Но все-таки более похоже Мне кажется, люди хорошо сходятся, которые в одной культуре, да, родились Если разные культуры, реже бывает Может быть, сходятся Не знаю, насчет сходятся и не сходятся Конечно, им проще будет в будущем, потому что Когда в одном социотипе, да, ты жил И для тебя не возникает вопросов некоторых, которые могут возникнуть, если разные уровни действительно А так, я думаю, что это преодолимое все А, допустим, уровень интеллекта Интеллект влияет, конечно Конечно, да, нам будет комфортно, да, для меня, допустим, комфортнее, когда человек со мной Понимает себя Да-да-да, если он не понимает, уже сложнее А еще есть такое, как, допустим, интроверт, экстраверт, да, тоже есть такие понятия Они важны вообще, нет? Да, там куча всего важного, и действительно очень тяжело так определить Вот на раз, два, три, четыре, пять, что нужно учитывать, а что нельзя Это... Ты просто это чувствуешь, да? Ты просто это понимаешь Плана какого-то нет Но все равно на чувства нельзя ориентироваться Нужно ориентироваться на мозг в первую очередь Потому что чувства бывают очень-очень подводят Да Нужно думать головой, да? Изменяйте потом все Хорошо, давайте послушаем мнение эксперта, служителя церкви, потом продолжим Некоторые считают, что у человека есть только одна половина, которую нужно найти, чтобы создать счастливую семью Если бы это было так, то в условиях нашей земной реальности это было бы трагедией Я имею в виду ситуацию, когда человек теряет супруга в результате болезни или катастрофы В этом случае, конечно, невозможно повторить отношения, которые были Как невозможно повторить самого человека Ведь нет двух совершенно одинаковых людей на свете Поэтому утрата близкого — это всегда огромное горе Но все-таки истина в том, что человек может создать счастливую семью снова Быть счастливым уже с кем-то еще В Священном Писании есть история молодой женщины по имени Руфи Которая в тяжелое время потеряла мужа Но после всех испытаний, в которых она сохранила веру в Бога Она была благословлена У нее был второй муж Причем она была счастлива в браке А родившийся сын у нее стал дедом знаменитого царя Давида И она вошла в родословную линию Иисуса Христа Думаю, для того, чтобы брак был успешным Чтобы он не разрушился, нужно большое желание супругов сделать друг друга счастливыми Перефразируя известное выражение, можно сказать, что половинками не рождаются и не становятся Вот у меня еще такой вопрос Бог как-то вмешивается в наши взаимоотношения, в наш выбор? Как-то он влияет? Нет? Или мы сами? Ну, конечно, выбор всегда свободный у человека Бог не может навязать Приведет девушку к парню и скажет, что это твоя жена Или как? Вы не стыдно Ну нет, я думаю, что если мы спрашиваем Он как-то будет отвечать Это может быть непонятно нам Но я думаю, что если мы будем конкретно спрашивать Он конкретно ответит У меня был опыт, когда отношения мои предыдущие заканчивались И как бы я не знала, что делать То есть, как бы вроде я человека люблю Но не знала, как, ну как это так Вроде что-то не ладится И я действительно просила Бога Бог, покажи Вот если мне нужно с этим быть человеком Вот покажи, чтобы я вот не была И было очень тяжело принять вот это решение Но в конечном итоге я увидела, что это правильное решение Но я отдала полностью этот вопрос в его руки Да, а вот Интересно, у меня такая ситуация была Мы с моим молодым челком были немножко в размолвке И я думаю, всё, поеду Вот поеду А он был в другом городе Вот поеду, и всё Бросила всё Еду уже, сто километров проехала И молюсь такая Господи, пошли ливень, если мне не надо ехать И набегают такие тучи И я первый раз такое видела Такой ливень был огромный Я остановилась, я была в шоке Я почему-то сразу же уснула Я настолько переволновалась, видимо Но это для меня такой был опыт Видимо, знаешь, было ещё не время То есть не время Нужно было ещё подумать Переосмыслить что-то Может быть так И ты приняла эту волю, да? Да, я поехала обратно Молодец Вот тоже у меня есть знакомые Которые поженились Как тоже такая вот была история Человек сказал, что я женюсь на первую Которую войдёт в зал И зашла девушка слепая И он не знал, как поступить Но в конечном итоге он такой Хорошо И они поженились И у них всё было хорошо В конечном итоге Врачи смогли исправить это Она стала видеть Вот И он, конечно, не знал, что будет Да, так Но он принял такую вот волю И иногда, да, действительно не знаешь Но выбор всегда за нами, да, получается? Сложно Сложно, да? Стоит слушать Бога, конечно И спрашивать Его Но когда человек не спрашивает Он, наверное, и не услышит Поэтому Но потом, если не спрашиваешь То и винить не стоит Да, и винить тоже не стоит Хорошо Хорошо Спасибо вам со мной, что вы поговорили об этом Вторыми половинками не рождаются А ими становятся Мы об этом сегодня уже говорили И значит, любовь Это не просто красивые чувства Это огромная работа над собой В первую очередь И если мы берем ответственность За этого человека С которым мы связываем свою жизнь То это один раз и навсегда На всю нашу оставшуюся жизнь Давайте будем искать И давайте будем жить С этими вторыми половинками И любить их всю жизнь До конца нашего времени С вами была программа О чем говорят женщины До скорой встречи Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»